Меня зовут Черных Алексей, я являюсь ведущим специалистом ЦРТ Ростелеком. Сегодня мы поговорим об утечках, разнообразных утечках. Не только утечки баз данных, но вплоть до утечек исходников закрытых ресурсов, теневых ресурсов, магазинов и шопов. Да, утечки совершают различные компании, в основном мы слышим о крупных. Но помимо этого, зачастую и малый бизнес, и атакующие, и обычные разработчики допускают их. Сегодня мы рассмотрим несколько практических кейсов, такие как инсайдеры, поиск инсайдеров, будь то на теневых ресурсах или же в социальных сетях, как их обнаруживать, находить и что с ними делать потом. Также мы рассмотрим утечки исходников, конфигурационных файлов, логов, креденшнеров. Также мы попробуем найти пароль от базы данных, при этом даже не приближаясь к самой базе данных. И просто не собирает тонны утечек. Помимо конкретных кейсов мы обсудим, что можно искать, как это искать, почему это вообще утекает и где можно это искать прямо сегодня, и как это стоит искать в будущем. Обсудим, как правильно построить процесс мониторинга поиска утечек. А также затронем тему преток матрицы. Она уникальна тем, что мониторить атакующих во время выполнения техник этой матрицы практически невозможно. Но мы можем смоделировать угрозы и предотвратить их до атаки. Собственно, начнем с того, что перед тем, как что-то искать, нам нужно понять, что мы ищем. Для компании это могут быть корпоративные документы, исходники, техническая информация о сервисах, договора, контракты, что угодно. У каждой компании этот список свой. Вам нужно просто составить два списка. В одном отнести файлы, которые вы хотите искать, в другом отнести текстовые данные, потому что они ищутся по-разному. В случае с текстовой информацией стоит выбрать способы поиска, как вы из большого потока данных найдете то, что вам нужно. Это могут быть как регулярные выражения, так и ключевые слова, sim-хэш, min-хэш или гибкий поиск. При этом стоит учитывать, что злоумышленники не дураки. И если они будут писать о вас в какой-то социальной сети или на форуме, скорее всего, они будут коверхать название вашей компании, использовать сокращения, сленг, аббревиатуры, что угодно. Также стоит учитывать то, что, допустим, мы будем использовать огромное число поисковиков, будь то веб-поисковики или же поисковики на конкретных ресурсах. У них алгоритмы поиска свои. И, допустим, обычную фразу, которую мы задаем в поисковую строчку, она будет разделена на токены, то есть слова. Затем каждое слово будет нормализовано, допустим, приведено к именительному падежу. А затем будут найдены все документы, которые содержат данные токены. Поэтому стоит сделать два набора для поиска. То есть одни мы находим в поисковиках то, что нам интересно, другим мы проверяем, что эта информация нам действительно нужна. Помимо этого, для файлов существует также несколько подходов. То есть у нас есть два файла, мы хотим их сравнить. Классический подход, как в TI, так и везде, это посчитать хэши. MD5, SHA1, SHA256. Да, мы все знаем, что немножко изменив файл, хэши будут отличаться. Особенно это усугубляется тем, что в случае, если мы откроем документ просто вордом, ворд может добавить свою метаинформацию туда, и документ будет отличен, хотя мы даже ничего не изменили в нем. То есть MD5, SHA1 вообще не подходят для данной задачи. Также это криптографические хэш-функции. Для 100 документов мы не заметим никакой разницы, они посчитаются быстро. Но если у нас будет поток из миллиона документов, это будет все-таки создаться дополнительные трудности. С этой точки зрения я бы советовал посмотреть в сторону сети хэш. Он достаточно быстрый, подходит отлично для подобных задач. Также есть хэши, такие как SSD, которые рассчитаны на поиск, допустим, Malware, когда ее перекомпилировали, пересобрали, когда есть изменения в файле. Он работает отлично, но он тоже медленный. Можно искать яроправилами файлы. Но тут опять же возникает проблема в том, что яроправила нужно нам всем написать, что все-таки ручная работа и хотелось бы ее избежать. Отдельный подход — это если у нас документы содержат текстовые данные, мы можем вытащить весь текст и произвести сравнение, как я описывал для текстовых файлов. Как пример, можно использовать те же самые sim-хэш, min-хэш. Это алгоритмы, которые позволяют сравнивать, насколько сильно отличается текст. Но их использовать тоже не стоит везде, потому что если формулировка или же структура будет изменена, то sim-хэш покажет большое отличие у текста. Их стоит использовать, допустим, для удаления дубликатов, если одну утечку публиковали на форуме, а потом ее кто-то протестировал в социальной сети. Хорошо, мы примерно понимаем, что мы хотим искать. Мы составили список файлов, текста, составили список сегнатур и методов поиска. Но дальше стоит понять, почему это может утекать. Говорить здесь много, я не вижу смысла, это обсуждалось и не раз. То есть у нас есть основные причины. Это инсайдер, который решил заработать, слить данные ваших клиентов или же просто навредить компании, раскатив везде майнер или шифровальщик. Также есть утечки по низкой квалификации или же просто по незнанию. Когда до сих пор многие не знают, что заливать файлы на VirusTotal корпоративные, это очень плохая идея, потому что они доступны всем по подписке. Или же есть еще по невнимательности. Все мы люди, всем нам свойственно допускать ошибки, забывать что-то. Допустим, админы часто забывают удалять бэкапы, которые они ставили в корне веб-сервера. Или же заливают на гейты исходники, при этом в исходниках где-то захардерен пароль и забывают его вычистить. И, конечно же, не стоит забывать о компрометациях, когда взломали почту вашего топа, выяснили всю переписку на какой-нибудь Джокер на аукционный и продают ее. Или же украли всю базу данных и опубликовали на форуме. Понимая, что мы ищем и какие могут быть причины, мы можем предположить, где это можно искать и как. Здесь поле обширное. Начнем, пожалуй, с веб-ресурсов. Классический кейс — это когда кто-то забыл на веб-сервере файлы, будь то конфигурационные файлы, будь то файлы настроек, будь то дампы баз данных, что угодно. Это можно обнаружить с помощью поисковиков и дорков, или же ручным сканлингом, файзингом. Но здесь есть несколько подводных камней. В случае, если мы используем поисковики и дорки, то у нас возникает косяк в том, что поисковики не любят ботов, они защищаются от них, доводят дополнительные ограничения, лимиты. И чаще всего вы рано или поздно отнесетесь на копчу. Получить копчу не так страшно, вы ее можете решить, но если у вас 4 тысячи дорков, как в ГХДБ, то это вызовет некоторые трудности. Поэтому многие ресурсы, допустим, у SMM и у рекламных, такая проблема постоянно. Им надо постоянно мониторить, насколько их сайт популярен, какой он в поисковой выдаче. Поэтому вот есть, к примеру, серп API у SMM, который позволяет делать запросы к Гуглу, и при этом он сам забирает себе проблему решения капчи, и вам выдает просто JSON. Да, это удовольствие не из дешевых, но такой вариант тоже есть. Или мы можем руками прийти и решить копчу. Но руками 4 тысячи капчи я решать не хочу, поэтому я лучше обращусь к сервисам антикапчи, которые решают данные капчи. Либо же мы можем поступить иначе. Мы можем не допустить появления капчи. Для этого нужно менять IP-адреса, совершать запросы раз в веное время, менять куки, заголовки, имитировать поведение пользователей и огромное число других проблем, которые надо решить, что очень спорно. Другой вариант, который я сегодня описывал, это как раз если мы руками придем по фазам. Ну, как пример, слайд левый, это из одного кейса, когда внутренняя документация одного государства, скажем так, оказалось доступно просто потому, что забыли ограничить доступ к папке. Обнаружить это можно с помощью, допустим, фаз-листов, в которые нужно определиться, какие файлы мы хотим найти на веб-сервере. Мы можем прийти к бакхантерам, попросить их дать интересные файлы, прийти к пентестерам, забрать у них, либо же из первого пункта, который мы составили с файлами, добавить их также в словарь. Потом взять вфаз, дирбастер и прийти на сервер и поискать эти файлы. Но это нужно делать не раз в квартал, а, допустим, каждую неделю или каждый день, потому что злоумышленники это делают постоянно все-таки. Также, если, допустим, сайт находится за вафом, то у вас будут проблемы, потому что его надо будет обходить как-то. Отключать его на продакшене и день не из лучших. Следующий — это утечки на файловых серверах. Я имею в виду не только FTP-сервера, но в том числе C-файл, Nextcloud или же Amazon Bucket. Мы рассмотрим только те, где отключена авторизация. На таких серверах зачастую находятся документация, файлы, договора, контракты. В большинстве случаев, если вы такое видите, то обычно это происходит из-за того, что кому-то из регионального отделения или же партнерам нужно было передать как-то документ, поэтому просто открыли доступ всем. Найти это можно с помощью поисковиков, которые сканят весь интернет и индексируют файлы там, такие как MAMONT, Search.ftps или для Bucket, Greyhead, Warfare. Но тут тоже есть проблема. К примеру, когда я вчера перепроверял это все, по-моему, MAMONT и Search.ftps уже не работали нормально. Они очень нестабильны, плюс мы не знаем, как часто они производят сканирование. И искать в них мне немножко напрягает, потому что если я найду через них утечки, то я эти утечки сразу подсвечу им. Поэтому можно просто прийти самому и начать сканить интернет. Просканить с помощью census, маска на ZMAP или использовать census shodan. Об этом сказано уже огромное число слов, не раз написаны статьи, я углубляться в это не хочу. Единственная особенность в том, что очень мало программ, которые позволяют индексировать FTP. Очень мало из них опубликованы на GitHub или Open Source. Но на FTP очень много интересного лежит. То есть, допустим, если посмотреть на правый слайд, то там очень много видеороликов и странного. Но помимо всего, есть несколько коллекций утечек, есть собственные коллекции утечек и эксплойтов. На других просто документация компании обнаружена на одном из FTP-серверов в России. Следующие утечки, которые сейчас набирают огромную популярность, это утечки через базы данных, также без авторизации. То есть, все мы слышали о недавних утечеке через Elastic, также набирают популярность ClickHouse и другие базы. Искать их можно через, также сканя самим интернет или используя готовые сервисы. Правда, готовых сервисов я нормальных не нашел, поэтому придется самим сканировать. Можно сканировать Maskan ZMap, Sense и Shodan, или же использовать готовые программы, какие как LeakLuker, MemcashDump или ClickDown. И вот тут удобно в том, что таких программ, которые индексируют базы данных, огромное число, и можно выбрать из всего разнообразия, использовать, которое вам удобно. Следующая, наиболее болезненная тема зачастую, это репозитория исходников, git. Чаще всего там можно помимо самих исходников найти еще конфигурационные файлы, логи, забытые бэкапы, дампы или креды, на крайний случай. Для поиска таких утечек чаще всего мы используем поисковик, встроенный в сам git, допустим, в GitHub, и дорки, написанные к нему. Но у GitHub, допустим, есть еще events API, который позволяет в режиме реального времени собирать все публичные события, которые происходят на GitHub. То есть каждый commit, каждый push, merge, request, все. Мы можем собирать и в режиме реального времени на потоке отслеживать. Какие здесь есть трудности? Одно — это написание дорков. Это звучит достаточно просто, но проблем вызывает огромное число. Открытые дорки, они ужасные. Как пример, классический дорк-домейн, пароль, паспорт, он не учитывает огромное число кейсов. Допустим, если у вас тестировщики, чаще всего они обращаются по IPv4, IPv6, они редко используют домены. Или же, если тестируется внутренний сервис компании, вы не будете использовать публичный домен, вы будете использовать внутренний домен. Допустим, mycompany.local. А если вы ищете Active Directory, то ваш домен my.company превратится в dcmy.dc.company. И ваш домен просто здесь не будет, ключевых слов не будет. И также есть еще случаи, допустим, как gdbc, где можно передать пароль в URL, но ключевого слова паспорт здесь не будет. Отдельно стоит просмотреть еще то, что для каждого языка существуют свои базы данных и свой синтексис описания. Как пример, я для Python составлял список библиотек, ой, список библиотек, которые можно использовать для работы с различными базами, я описывал различные дорки для них. Это такой эксперимент был. То есть здесь огромное число библиотек, и нет почти нигде ключевого слова пароль, токен и так далее. Только вот в одном месте авторизация есть. К несчастью, результативность этих дорков достаточно спорна, но, как показывает практика, по Alexi Top 100 оно отрабатывает очень хорошо и находят утечки у крупнейших компаний. Следующее — это пасты. Всем у нас слышны, какие злые админы загрузили логи на посты BIN. Конечно, эта проблема до сих пор остается, и она очень актуальна. Искать такие утечки можно с помощью веб-поисковиков, будь то Google, Яндекс, Bing, либо же использовать встроенный поисковик на пастах, что бывает очень редко. Либо же самый популярный способ — это в режиме реального времени забирать все новые документы с ресурса и смотреть в них вхождение различных строк, текста или самих файлов. Существует огромное число программ, сервисов для этого, будь то AOL Framework, Pistamon или PastHunter. Также огромное число компаний предоставляет это как услугу бренд-протекта. Упс, рано. Но одна важная особенность — почти все из них мониторят только популярные пасты. То есть это PastyBin, Gist, GitHub, и многие на этом заканчиваются, не мониторят другие пасты. Тут проблема сильная в том, что, к примеру, у нас на части ресурсов, в части компаний, дочек может быть заблокирован PastyBin, но админы к ним привыкли еще с прошлой работы, а тут он заблокирован. Они не будут отучиваться. Они откроют Google, найдут другую пасту и будут публиковать туда. А большинство этих программ и фреймворков и бренд-протекшенов, им очень трудно добавить новый ресурс. Даже хоть это и open-source, действительно невероятно трудно. Иногда бывает добавить сюда новый ресурс, допустим, CodePath.org или говнокод, или другие ресурсы паст в эти фреймворки. Следующий — это форумы. Это тема, не знаю, на несколько часов, можно углубиться в нее спокойно. Нам интересны не только теневые форумы, но и обычные легитимные. То есть не раз была такая картина. В одной части форума ребята сидят и обсуждают новый электрокар. Насколько он экологично чистый, какой у него движок стоит, сервоприводы. А в соседней ветке обсуждают, где найти дропов и как вывести деньги из ближайшего отделения банкомата. Это действительно достаточно частая ситуация и вызывает огромное число проблем. Нам нужно собирать из огромного числа форумов информацию. Но мониторить это не так-то уж и трудно. Форумы настолько темные, что отлично индексируются веб-поисковиками. То есть, допустим, многие из вас наслышаны о форуме Freaker, о lolz, tbhf, это вот просто верхушка, но даже она проиндексирована. Копая вглубь айсберга, можно найти куда много интересных и абсурдных вещей. Также почти на всех форумах, допустим, включена RSS или Atom-lenta, через которые можно легко собирать новости. Можно написать достаточно простой свой парсер, потому что все форумы используют в основном три движка. Это Xenfora для форумов, это WebLute, Ballatin, не знаю, как правильно читать, или же Panelboard. Но здесь есть тоже огромное число подводных камней. У нас форумов, допустим, 10-20. Зарегать на каждом из них аккаунты и прокачать, чтобы была хорошая репутация, и нам дали доступ к закрытому отделу, не так трудно. То есть на 10-20 хорошо. Но сейчас, допустим, мы мониторим порядка 80 форумов, и держать актуальными аккаунтами, прокачанные там, это очень трудно. Это убивает огромное число времени, и иногда просто уже проще забить и выкинуть часть форумов. Отдельно стоит рассмотреть то, что почти все форумы используют DOS Protect, будь то от Cloudflare или кастомные JavaScript, потому что частенько один форум атакует другой форум. Это вечная проблема, и нам это усложняет жизнь тем, что мы не можем парсить, допустим, Python requests. Нам приходится использовать Selenium, который отрендерит JavaScript. Либо же мы можем использовать Senses, обойти Cloudflare и найти настоящий IP-адрес, дабы почти все форумы настроены некорректно. Отдельно на форумах периодически встречается антибот системы различного рода. То есть на всех форумах есть страничка с недавней активностью пользователей. И если один пользователь в 2 часа ночи каждую минуту заходит в раздел «Недавние сообщения», то это вызывает подозрения. Звучит смешно, но нас так поначалу выкинули с трех форумов случайно. Или специально, я не знаю. Также не стоит использовать поисковики на форумах для поиска информации о вашей компании, потому что поисковые запросы в строке поиска на форумах отслеживаются постоянно. И потом можно увидеть отдельный топик про вашу компанию, специально для вас. Помимо этого, да, используются в основном три движка форумов разных версий. Написал один парсер для одного движка, парсер — 10 форумов. Но на них огромное число рекламы, потому что нужно оплачивать сервера и подобное. А реклама настолько много, что она просто бьет структуру страницы, и браузер умный, он корректирует ошибки, а вот в случае, если парсить, допустим, на пайтоне, то нужно еще найти ту либу, которая скорректирует их грамотно или корректировать руками, что не очень удобно. Следующее — это утечки через файловые шары и торрент-трекеры. С файловыми шарами я подразумеваю такие, как Яндекс, Мега, Мейл, Сентспейс и другие. Они в основном заботятся о безопасности и приватности пользователей, поэтому просто взять все файлы, которые были недавно добавлены, невозможно на них. Ну, или очень трудно, или незаконно. Поэтому приходится мониторить социальные сети, форумы, пасты и искать там как раз-таки ссылки. После этого выгружать оттуда файлы и смотреть, что там есть. Тут я бы очень рекомендовал вам рассмотреть, если займетесь этим, то GD-downloader и Pilot. Эти программы, ты им отдаешь просто ссылку, они тебя выгружают в файл. Звучит как простая задачка, но если у вас несколько тысяч ссылок, поверьте, не очень простая задача. Отдельно можно рассмотреть торренты. Для торрент-трекера торрентов можно мониторить через несколько способов. Это через торрент-трекеры. Допустим, есть фреймворк тулза Jacket, который позволяет производить поиск и индексацию огромного числа торрент-трекеров. Особенность в том, что часть трекеров открыта, и там легко можно посмотреть, что есть нового, найти информацию и так далее. Но другая часть форумов, она закрыта, и придется искать инвайты, либо же просто вообще их искать в интернете, либо же прокачивать репутацию, что-то раздавать, чтобы получить доступ к нормальному поиску. Отдельно можно вынести DHT Network, это Distributed Hash Table. Когда вы получаете магнет-ссылку, в магнет-ссылке есть хэш, который ваш клиент будет искать среди других клиентов сети. То есть ваш компьютер пойдет к другому компьютеру, и спросит, есть ли у него такой файл с таким хэшом, если нет, то у кого он есть. В итоге эта сеть открытая, мы можем подключить туда спокойно свои агенты, которые будут слушать все эти запросы, и собирать такую информацию, индексировать ее к себе. Вы можете использовать один из открытых, как раз-таки, допустим, торс-ниф. Можно использовать один из открытых проектов и поднять у себя и держать локальную базу, либо использовать уже существующие сервисы, которые из-за вас все проиндексировали и дают вам возможность для поиска. Как пример, наиболее популярен одно время был Betadict, но буквально месяц или два назад он почему-то перестал работать. Но, к счастью, китайских зеркал много, и на них вот можно найти неплохую такую коллекцию утечек на 600 гигабайт. Она действительно валидная, и данные там не очень актуальны, но они все верные. Отдельно рассмотреть стоит VirusTotal и Hybrid Analysis. Эти сервисы, многие о них слышали, вы можете загрузить туда файл, и вам сервис скажет, насколько зловреден файл, как его дектильный антивирус или песочница. Чтобы искать утечки на таких ресурсах, вам либо придется использовать поисковики веб, либо же использовать встроенный функционал, либо кастельные парсеры. Допустим, на VirusTotal вы можете поставить на мониторинг определенные яроправила. Как только они строгерят, вы получите алерт. Нормальных программ, которые позволяют искать, не так много, и даже те, что приведены, я бы… Ну, они не очень хорошие. Они не очень удобны. Магазины и аукционы. Вот с ними на самом деле наступает достаточно много проблем. Они теневые настолько, что почти все из них не индексируются поисковиками, что удивляет. Основная проблема с ними – это их найти. То есть вам придется ходить по форумам, ходить по различным ресурсам, искать, но в итоге найти их не так трудно оказывается. Затем, зарегистрировавшись в них, вы получаете доступ к самому магазину. Во всех магазинах есть страницы с недавно добавленными товарами. Это повышает лояльность, и люди сразу видят, может, можно что-то сразу купить, чего раньше не было. Магазины бывают разные, и аукционы также. Здесь я привел магазины по продаже аккаунтов. При этом зачастую магазин, к примеру, с Лебо вообще не разрабатывался для теневых задач. На нем продается куча нормальных вещей, но есть отдельный раздел по аккаунтам. На других есть банковские, CV-шки продают, что угодно. Парсить их достаточно просто. То есть основная с ними проблема – это найти и получить инвайт к ним. Автоматизированных программ для этого дела нет, к несчастью, придется делать все руками. Отдельно вынести это, конечно, социальные сети. Говорить про них что-то… Я не горю желанием, огромное число из статей по SMM, есть огромное число статей от безопасников. Как пример, я, например, привел справа, как раз-таки список программ, которые используются для анализа Твиттера. Искать по ним можно через веб-поисковики, также использовать реал-тайм-мониторинг. То есть, допустим, у ВК и Твиттера есть стриминг-апи, которому можно передать ключевые слова, и вы получите все упоминания данных ключевых слов на данных ресурсах. Либо же можно мониторить конкретных пользователей, группы, странички, каналы. Одна из основных проблем такая же, как и на форумах – вам нужно иметь хорошие аккаунты, которые сидят в закрытых группах. Чтобы мониторить данные группы. Искать на них то же самое, что можно, то же самое, что и на форумах, плюс документы, упоминания документов, фотографии из офиса, с корпоратива, что угодно. Новостные ресурсы – это последнее, где можно искать. Они очень спорные. На новостных ресурсах обычно журналисты публикуют, когда они что-то уже нашли. Либо утечку, либо компромат на вашего босса, либо что угодно другое. Но тут стоит вопрос, зачем нам их мониторить, потому что скандал вот-вот начнется или уже начался. Зачастую большинство новостных скандалов начинается с небольшой публикации в журнале, в газете или же в каком-то издании. После этого через пару часов его начинают цитировать уже во всех журналах и газетах. То есть если вы обнаружите первоисточник, раньше всех остальных, у вас как минимум будет фора в два часа, чтобы сделать пресс-релиз, удалить материалы из интернета, подготовить хоть какой-то ответ прессе или же минимизировать возможный репутационный ущерб. Но важное отличие новостей в том, что их мониторить безумно просто. Существует огромное число агрегаторов новостей, поисковиков по ним. У каждого из них практически есть RSS-атом-лента. И это очень просто и удобно. Понимая, как это все может утекать, что утекает и какие причины, я предлагаю рассмотреть несколько кейсов. Я надеюсь, мы сегодня успеем. Кейс номер один. Злоумышленники создали веб-фишинговую страничку или мошеннический сайт с целью сбора различных данных пользователей. Эмейл, пароль, дата рождения, пол, возраст. Затем эти данные чаще всего хранятся на веб-сервере. Использовать стороннюю базу данных очень трудно. Поэтому они просто складывают это в текстовый файлик. Как на примере на скриншоте, иногда не ограничивая доступ к папке с логами, которую можно выгрузить и использовать дальше. После того, как они собрали данную базу, они ее сразу зачастую используют для своих целей. Если это фишинговый сайт, то они пробуют зайти на аккаунты пользователей. Если это мошеннические, то провести фродовые схемы. В итоге они получают то, чего они хотели, но у них еще остается база данных, которая им больше не нужна. Обычно после этого они ее выкладывают на различные форумы, как приватную информацию, чтобы другие могли ею воспользоваться. После этого вступает в игру другая категория злоумышленников. Она выгружает данные утечки с форумов и проверяет их, допустим, на уникальность. То есть им нужно понять, стоит ли эту утечку использовать для себя или нет. То есть есть программы, как антипаблик и подобные, о которых вы уже не раз слышали, я думаю. Если утечка уникальна, они сразу загоняют ее в чекеры, чтобы утечку логин и пароль проверить на различных сайтах. В основном им интересуют те сервисы, откуда можно сразу вывести деньги, игровые магазины, иногда сторонние сервисы, такие как VPN, Pornhub, VPS и что угодно другое. После того, как они получили аккаунт, они их продают на различных магазинах. Другая категория занимается тем, чтобы переупаковывать чужие базы данных. То есть они берут закрытые утечки, компонуют их вместе и перевыкладывают на форуме. Для чего они это делают? Чтобы получить себе репутацию. Потому что, когда первоначальная группа публикует утечку, эта утечка достаточно свежая, ее ни у кого нету. Поэтому раздавать ее всем подряд нет смысла. Поэтому первая группа берет утечку, вначале заливает на файловую шару. Если этот файлик небольшой, то используются такие, как SendSpace, файловую шару, у которых очень маленький срок жизни файла. Если файл большой, то по Рунету используется Яндекс.Мейл, если по миру, то это чаще всего Мега. И ссылка публикуется на форуме, при этом с ограниченным доступом. То есть если у вас там 500 плюс сообщений или что-то в этом роде. При этом данные группы зачастую не используют шифрование. То есть на форумах это не принято. И все файлы в незашифрованном виде. То есть вам достаточно просто получить ссылку, и вы получили всю утечку. Следующая группа злоумышленников собирает утечки длительное время, пока не наберется какая-нибудь критическая масса из этих утечек. Как пример, вот 1,4 миллиарда утечек. Здесь примерно так же то же самое сделали. Они собирали огромное число утечек в течение полгода-года. После этого опубликовали ее на форуме. И на следующий день во всех СМИ какая скандальная утечка, столько нового утекло. Ну ничего нового на самом деле. Отдельная группа наиболее неприятных злоумышленников, которые ищут во всех утечках определенные имейл-адреса, домейны, или же именно юзернеймы. И задача в том, что они уже провели до этого разведку и знают то, что у топа вашей компании личный почтовый ящик вот такой. И они ищут его в утечках. Как только он попадается в утечки, они сразу же заходят на почтовый ящик, выгружают всю почту и зачастую выкладывают ее на аукционах за баснословные деньги на продажу всего содержимого почтовых ящиков. Отдельно. Следующий кейс — это инсайдеры. Представим себе картину. Региональное отделение какого-то банка или же оператора мобильной связи. Сотрудник в поисках заработка заглянул на форум. Тут одна из страниц форума предлагает быстрый заработок, но нужно, чтобы ты был работником определенной компании. К счастью, наш сотрудник является как раз-таки сотрудником этой компании, и он отлично подходит. Спустя где-то 10-15 минут чата он узнает, что ему будут передавать номера телефонов, а его задача — отдавать паспорта и фамилию и имущество каждого владельца. Он соглашается, проходит где-то некоторое время, он садится. Да. Обычно такие услуги публикуются на форумах по дупликату, по кардингу, по пробиве информации. И зачастую тут очень быстро меняется рынок, потому что первая контрольная закупка, и такого человека сразу найдут и посадят. Но цены здесь достаточно низкие и используются огромным спросом. Отдельный кейс достаточно забавный. Все мы знаем, как работают магазины интернет примерно. То, что рынок нужно, допустим, еще постоянно расширять, увеличивать число продаж, число клиентов и так далее. Собственно, один из магазинов по продаже запрещенных веществ решил расширяться в том числе на Телеграм. Но проблема в том, что у них нет разработчика для Телеграм-бота. Они размещают вакансию на форуме, ищут кандидатов, и где-то спустя пару дней находится кандидат, который готов выполнить работу. Пройдя небольшое собеседование в онлайн-чате, он подходит отлично, и с ним заключается сделка через гарант. Кандидат неиспугливых где-то за две недели пишет бота. Бот выходит отличным, он простой, удобный и выполняет свои задачи. Но владелец магазина не знает, как его развернуть, как настроить правильные токены, как настроить правильные пароли. Поэтому он обращается за помощью к фрилансеру. Но нужно обратиться за помощью так, чтобы не дать этому фрилансеру доступ на ваш сервер, потому что это плохая идея, как минимум. Фрилансер недолго думает, настраивает бота сам и загружает на GitHub. Передает небольшую инструкцию владельцу данного магазина со словами того, что просто скопируй себе на сервер его и запусти. Собственно, что и происходит. Владелец магазина доволен, у него теперь есть бот. Разработчик доволен, у него есть деньги. Мы довольны тоже, у нас есть полная клиентская база их. И все пароли от Kiwi кошельков, телеграмма и подобное. Отдельный кейс — это тестировщики. Когда прилетает заказ на тестирование, зачастую нужно быстро протестировать какой-то продукт или сервис. И тестировщики пишут небольшие скрипты, программы, обычно на коленках, которые проведут различные тестирования, будь то интеграционные тесты, или же просто протестировать опять, что он верно реализован. При этом, так как скрипт пишется быстро и зачастую одноразовый, если в нем будут креденшиналы, это не страшно. Ну, по крайней мере, они так считают. Тестирование проходит, скрипт отработал успешно, выявлено огромное число багов. И, соответственно, этот скрипт будет использоваться и в дальнейшем. Затем этим скриптом начинают интересоваться коллеги, и так как наш сотрудник очень добр, он решает пошарить коллегам этот скрипт. Собственно, он заливает на GitHub, забыв удалить оттуда креденшиналы последних тестирований. И такие ошибки совершают колоссальное число как банков, так и нефтяной отрасли, и госструктур, и крупных компаний. Мой любимый, наверное, кейс, и, наверное, ваш тоже, это когда админы загружают логи на посты BIN, на GIST GitHub или куда угодно еще. Я не знаю, что здесь можно добавить, это очень плохо. Слишком много критической информации утекает через такие логи, и зачастую это происходит из-за того, что сотрудник важный в отпуск или едет домой. И с телефона ты не можешь просмотреть лог файла, то есть с телефона или планшета неудобно смотреть логи, очень неудобно. Копировать логи в мессенджер, их смотреть не менее неприятно. Поэтому ребята решают то, что проще залить их на посты BIN, с которого можно в удобном виде посмотреть, где угодно как раз-таки эти логи, проанализировать их. Ну и кидают ссылку администратору или безопаснику, чтобы он их посмотрел. Отдельный вид утечек достаточно необычен, но существует уже очень давно. Это своего рода инсайдеры. На форумах, допустим, тот же самый Freaker, есть отдельные топики по обсуждению баз данных, такие как базы физиков, юриков, юридических лиц, физических лиц и различных компаний, клиентов и подобное. Собственно, особенность в том, что для доступа к интересной информации зачастую требуется получить репутацию, что-то выложить самому, распарсить что-то, слить какую-то приватную информацию, закрытую базу данных, что угодно. Поэтому многие пользователи начинают, приходят к себе на работу и смотрят, что можно интересно утащить туда. Это особенно видно потому, что зачастую очень многие документы, XLS типа и по опыту расследования подобных кейсов, это происходит в региональных отделениях, когда, допустим, есть XLS-документ, который используется для составления отчета. Проконтролировать запрос к базе мы можем, а проконтролировать, кто использовал этот XLS-файл, практически невозможно. И такие файлы достаточно быстро утекают. Отдельный кейс был достаточно забавен. Группа исследователей любит разбирать новые технологии, заниматься форенсикой, изучать что-то, копать. Их обвинить в этом нельзя. Они молодцы, они изучаются, не нарушают закон, но до тех пор, пока они не столкнулись с транспортной картой своего города, на которой можно пополнять баланс и оплачивать проезд в различном транспорте. Собственно, одним вечером они решились собраться и изучить содержимое этой карточки. Карточка оказалась MiFair. Она была одной из последних версий, защищена к большинстве атак. Но один ключ, в частности первый, оказался очень брутабельным, и они его быстро подобрали. Но остальные ключи они подобрать не смогли. В итоге ребята разошлись, немножко грустные. Вечером один из участников группы вспомнил о недавней уязвимости, которая позволяет, имея один ключ, вскрыть часть других ключей. При этом эта уязвимость действует практически на все карточки. Придя домой, он это решил проверить, и ему удалось, он действительно вскрыл огромное число ключей. Но он вскрыл не все ключи и не знал, что делать дальше. Поэтому он написал сообщение на форуме и друзьям о том, что я вскрыл часть ключей, вот вам ключи, я их залил на постебин, и попробуйте взломать дальше. Я очень надеюсь, что они не решат копать загранпаспорта или же карты пропуска. Собственно, теперь мы представляем примерно, что может утекать, как, почему и куда. При этом у нас огромное число сервисов, огромное число программ и источников. И, допустим, если мы хотим мониторить все из этого, нам нужно иметь в себе огромный зоопарк программ, которые будут ходить и собирать информацию, искать утечки. Также можем подписаться на кучу ресурсов, в том, что уведомляете нас, когда появляется новая утечка. Но иметь такой зоопарк из более чем 50 сервисов, это абсолютно неудобно. Я молчу уже о том, что часть ресурсов вообще никак сейчас не мониторится, и утечки многие пропускаются. Поэтому давайте рассмотрим этап сбора утечек, как начнем с источников. Источников у нас огромное число. Поэтому нам для каждого источника нужен свой воркер, который придет на источник, заберет новую информацию, и желательно, чтобы он привел к одному виду, чтобы мы могли в дальнейшем анализировать эту информацию в одном виде. Собственно, затем мы пишем анализатора, который во всем потоке событий ищет то, что нам нужно. Допустим, это может быть регулярное выражение, ключевые слова, хэши файлов и что угодно другое. Помимо этого, так как поток событий у нас огромен, и он неравномерен. То есть если мы возьмем GitHub, то поток событий там примерно равномерен в распределении по времени, но он колоссален. Допустим, если мы возьмем какой-нибудь форум, там распределение по количеству сообщений будет очень неравномерным. Поэтому желательно использовать очередь, в которой воркеры пересылают новые сообщения, из которых забирают анализаторы их и ищут, что нам интересно. Помимо этого, на многие ресурсы нужно передавать токены доступа, то есть токен доступа к API, GitHub, Twitter, ВКонтакте, или же передавать прокси для тех ресурсов, которые почему-то недоступны, или же передавать заголовки кукесы. Также для анализаторов нам нужно где-то хранить списки ключевых слов, регулярных выражений и так далее. Для этого неплохо подойдет база данных типа key value. Помимо этого, мы можем теперь собирать всю информацию, приводить к этому виду и находить то, что нам нужно. Логично, что нам теперь надо это где-то сохранять. Я выбрал Elasticsearch, потому что он наиболее популярный и неплохо подходит для этих целей. У него также есть UI-гибана для анализа полученной информации и Last Alert для алертинга при появлении новых утечек. Собственно, был разработан прототип данного сервиса. Он разрабатывался на Python 3.7. В качестве очереди использовался на стриминг, в качестве key value database использовал консул с расчетом на то, что потом все воркеры и обработчики станут микросервисной архитектурой и сделают как минимум хаус-чек через консул. При этом каждый воркер и обработчик работают в изолированном контейнере докер, чтобы они не влияли друг на друга, потому что, опять же, каждый воркер работает по-своему и требует различных ресурсов. И оказалось, проще всего действительно их убрать в контейнеры. Помимо прочего, стоит еще сделать акцент на том, что у нас актуализация информации происходит с помощью разных способов. В одном случае мы можем прийти на сервис и запросить всю новую информацию, которая у него появилась за последние полчаса. И так ходить каждые полчаса. В другом случае мы можем ждать от форума, от сервиса, когда он нам сам отправит сообщение о том, что у него появилась новая информация. То есть либо по шедулеру, либо по подписке. Собственно, все это было реализовано в библиотеке для данного сервиса. Проводили тестовые испытания. Они длились где-то три месяца. Завели на них порядка 20 паст, 40 форумов, весь публичный поток сообщений с GitHub, также несколько магазинов и аукционов. И ежедневно в очереди появлялось более 1 миллиона сообщений, и система справлялась и отрабатывала она отлично, и ура. Но это был прототип, который мы тестировали. И появилась одна из идей. А почему бы нам это что-то напомнило? То есть такой процесс, в принципе, подходит для сбора любой информации с сети. То есть почему бы нам не только собирать учечки, а собирать еще, допустим, все VPN-ки, прокси, открытые или закрытые, искать на постебине публикации о креденшнелах для дедиков и любую другую информацию, которая отлично подойдет для Сиема и антифрода. Также мы можем собирать эту информацию к себе, допустим, в кликхаус. То есть мы мониторим все форумы, и мы можем заодно собирать все утечки юзерной пароли и класть себе их в локальную базу, чтобы потом проверять пароли в Active Directory или на наших ресурсах, или где угодно еще. Собственно, данный сервис будет опубликован, прототип данного сервиса будет опубликован где-то в течение недели или двух. И сообщение об этом будет в Твиттере, либо моем, либо компании. Ну, я думаю, на этом можно уже заканчивать. Подводных камней осталось еще огромное число от того, как можно регистрировать аккаунты, как обходить ограничения, лимиты и так далее. Но я надеюсь, что после данного доклада у вас сформировалось понимание, что, как и зачем можно мониторить утеченчики, и почему это важно. Собственно, я буду рад продолжить общение о данной теме как на самой конференции, так и вне ее. Субтитры подогнал «Симон»